Здравствуйте! Вы смотрите программу интервью недели на канале ГРТ. Сегодня мы находимся в Кишиневе, в гостях у депутата парламента Николая Паскару. Добрый день! Здравствуйте! И первый вопрос, Николай, интересует... Молдова наша вступила в предвыборный период. Что будет у нас? Расскажите. Будет очень интересная предвыборная кампания. Конечно, сейчас не время для проведения предвыборной кампании, потому что мы, в принципе, не прошли этот порог вакцинации людей. У нас около 5-6% всего лишь людей вакцинировали. И сейчас будет, конечно, очень трудно работать в территории, но партия социалистов готова к выборам. Будем работать, будем объяснять людям нашу программу. И, конечно, я надеюсь, что люди выберут, и они ясно видят ту политическую ситуацию, которая у нас в стране. То, что делает и президент Молдовы Майя Санду, то, как работает парламент, и каждая партия или каждые политики в отдельности. Был подписан официальный документ о создании избирательного блока «Молдова минус 20 лет» между партией социалистов и партией коммунистов. Расскажите немножко об этом документе. Что подразумевает и что будет? В молдавской политике, особенно за последние 10 лет, в политических каких-то идеях или каких-то стратегиях, если честно, мы видим не столь много разума или политических правильных решений или стратегических решений. Мы не видели особых объединений различных политических сил, потому что у нас всякий политик-лидер и не хочет делиться своим успехом или не хочет уступать кому-то из конкурентов. Вообще политики — это очень эгоистическая такая натура поведения. А то, что было сделано экс-президентом Игорем Николаевичем Додоном и экс-президентом Владимиром Николаевичем Воронином, они подписали это соглашение. Это, наверное, одно из самых мудрых политических решений за последние 10 лет в Молдове. Потому что даже наши оппоненты, они не имеют способность договариваться, я имею в виду пас и да, хоть и совместно не прошли долгий путь к вершине власти, но все равно этот эгоизм внутренний этой политической гонки заставляет их ревностно смотреть на результаты друг друга. И даже с той жертвой, что господин Настаса своей партии, да, не попадает ни по каким опросам в парламенте, пас не будет подтягивать руку помощи. То есть это самая высшая ступень политического самолюбия или эгоизма политического. То, что делают сейчас левые силы на политическом поле, то, что они концентрируются, то, что они оставляют все прошлые обиды, прошлые какие-то декларации или прошлые критики, это шаг политической мудрости и зрелости этих партий. И, конечно, если вспомним период до 2009 года, в Молдове все-таки был порядок. И этот порядок был совместно с этими политическими лидерами, которые есть в партии коммунистов и партии социалистов. Это и Зинаида Петровна премьер, это и Владимир Николаевич Воронин президент страны, это Игорь Николаевич Додон, министр экономики. Если сравнить результат альянсов и результат правления партии коммунистов, результат, конечно, очень хороший результат и рейтинг у партии коммунистов. И это показывает по всем опросам, когда людей спрашивают, когда было лучше, при альянсе или правлении демократических вот этих партий, да, или при правлении партии коммунистов. Вопрос однозначен, в 75-80 случаях даже это признают и наши оппоненты. Все говорят, что вот при правлении господина Воронина, господина Додона и госпожи Игорячана все-таки был порядок в стране, пенсии они индексировались, зарплаты поднимались, не было такого большого уровня коррупции, то есть это как бы придерживалось. И у нас взрыв вот тех больших преступных, коррупционных больших дел, резонансов, все-таки он был во времена альянса, первого, второго, третьего. И это видно невооруженным глазом, потому что даже кража века, кража миллиарда и разрушение молдавских банков, это было при ГИМПу, при Плохотнюке, при Филате. И они ответили вполне за все эти деяния, я имею в виду, за них не так много людей проголосовало вот в эти выборы, даже имея полную власть в стране, мы видели все эти перемены. Конечно, на будущее мы рассчитываем, что начнется уголовные процессы, поэтому по этим всем резонансным делам все-таки нужно довести до конца. И эти дела с аэропортом, конечно, нужно довести до конца, и кража миллиарда, все-таки там еще много нужно работать, но система саботирует сама в себе, и очень трудно любой политической власти, которая даже при правлении, очень трудно бороться с этой системой коррумпированной, которая была создана у нас в Молдове еще со времен олигарха Плохотнюка. То есть будем надеяться, что если народ проголосует за избирательный блок Молдова минус 20 лет, Молдова заживет хорошо, и будет тишина, покой, стабильность. Если даже сравним прошлый год, который был очень тяжелым годом, была пандемия, это первые шаги, например, в этом карантине, народ в панике, многие предприятия остановились, и ситуация была очень паническая, если мы вспомним год назад, засуха сильнейшая за последние 60 лет, уже прогнозируют и ученые. Если мы вспомним прошлый год, когда президентом был Игорь Николаевич Дадон, все-таки ситуация у нас держалась под контроль. У нас в Молдове были построены около 1000 километров дорог именно асфальтированных. У нас аграрии получили около 300-400 миллионов лет субсидий. Это первый раз за всю историю Молдовы. Раньше они не получали эти субсидии. Все-таки те же самые нефтепродукты, которые у нас здесь продаются в Молдове, бензин, дизель, был под присмотром, был под контролем, не было такого взрыва. Повышения цен. Повышения цен. А когда были, если вы помните, господин президент приглашал этих чиновников Сандре к себе, и все-таки это держалось на уровне. И даже в том случае, когда здесь вмешивались иностранные наши партнеры, потому что те же протесты фермеров, протесты волонтеров, они же не были спонтанно или глаз народа. Давайте вспомним. Сейчас подняли сцену на дизель в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Где же эти фермеры? Тогда это было, конечно, направлено в одну сторону, чтобы они били именно по имиджу Додона. И если сравнить то правление прошлого года и этот год, где поменялся президент Майя Сандо, мы видим, что в этом году закрылись все практически строки, имея в виду большие проекты, как дороги, капитальные строения. Мы видим, что нет конструктивного диалога между президентом и народом. Даже выходы на пресс-конференцию, они наполнены каким-то дешевыми дискурсами. Даже вот последний выход господин президента, где выступала совместно с политиками из Великобритании, опять какое-то популистическое высказывание, что вот деньги Филата, которые были перечислены ему, его сыну, и они не были доказаны, откуда их заработали, англичане возвращают обратно в страну, и они будут направлены инвалидам и людей с ограниченными возможностями. То есть опять популизм. И эта популистическая риторика звучит практически в каждом дискурсе. Нету каких-то перспектив, нету каких-то матриц будущего нашего народа, и нету видения защиты национальных интересов. Элементарно то, что похитили Чао-Ша в середине дня с Кишинева, это позор и наших спецслужб, и в первую очередь президента, которая скрывала вот все эти очевидные события, потому что в разговоре с президентом Украины Зеленский, Зеленский несколько раз поднял вопрос о экстрадации Чао-Ша, беглого судьи, и все-таки они не могли найти какое-то политическое решение, и решилось, чтобы украсть этого человека и передать противозаконно, методами бандитских 90-х годов в багажнике, понимаете. И это есть зеркало работы нынешнего президента, и разница очень большая. Например, президент Додон неоднократно говорил про наш суверенитет, про национальный интерес, про дружбу со всеми международными игроками, и он оппозиционировал конкретно и четко всю эту позицию. Сейчас, практически 4-5 месяцев, президент не может выразить ясно какую-то идею. А с чем это связано, на ваш взгляд? Внешнее управление. Мы знаем точно, я выступал даже в парламенте. То есть, получается, есть кукловоды, которые так получаются? Обязательно, да, есть кукловоды, и это уже очевидные вещи, потому что мы знаем не понаслышке те вмешательства, которые позволяют себе послы зарубежных посольств именно западных стран. Мы видим, кто встречается с генеральным прокурором, посол, то с работниками СИСа, то в ЦИК приезжает с инспекцией. Но это ненормально. То есть, это позволяют себе не все послы. И по всеми конвенциями, которые управляются деятельностью посольств и всей этой дипломатической службы, это ненормально. Это видно, что они вмешиваются в наши дела, они собирают ту же информацию, то, что творится у нас в стране. И еще пример, что из немецкого фонда в президентуре, именно в самой президентуре, работают МПОшники, различные волонтеры неправительственных организаций, именно в эту немецкую МПО. И я лично выступал с трибуны парламента по этому поводу, потому что президентура — это здание народа, и здание созданное для тех людей, которые работают официально в президентуре, которые не защищают национальный интерес, у которых есть и гражданство Республики Молдова. А когда в таком высокопоставленном, или в такой здании, особо официальной, работают люди без гражданства, люди из каких-то зарубежных фондов, мы уже начинаем задумываться, является ли наш президент заложником каких-то зарубежных интересов и ведет именно ихнюю работу. То есть здесь очевидно, видно, и простой телезритель, это можно увидеть либо в информации, либо в дискурс президента, потому что все-таки у нас телевидение в Молдове, оно все-таки развито. У нас в Молдове есть свобода слова. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни было разных в телевидении точек зрения, но все-таки у нас есть и есть альтернативные различные телевизионные каналы, и люди видят, люди чувствуют, и люди видят и чувствуют своего национального президента, который заботится о народе. Владимир Николаевич Воронин в свое время был и остается практически один из самых харизматических политиков современной Молдовы. И это показывает все опросы, которые у нас есть. Человек, который выражает просто, доступно свои мысли, его народ понимает и любит. Даже будучи сейчас в возрасте, это один из сильнейших политиков. То, что прошел вот все это политический комбайн с 2009 года, можно было и подумать, потому что, опять же, президент Воронин, один из такой суверенный президент, он видел республику Молдова нейтральной, он видел ее сильной и без вмешательств. В 2009 год, если вы помните, случился переворот 7 апреля. Горело здание президентуры, горело здание парламента. То есть, это реально был переворот, как Майдан в Киеве. Просто, слава богу, у нас в Молдоване, и жители Молдовы, да, граждане Молдовы, не наступили на те грабли, которые наступали украинцы. То есть, мы уже прошли через гражданские конфликты, и слава богу, хватило ума, чтобы не довести это дальше до какой-то гражданской войны. Но ту силу, которая была в коммунистической партии, ее отодвинули. Потому что, вы помните, были выборы неочередные, у которых у коммунистов не хватило один голос. Понимаете? Вот, доводили эту ситуацию практически до отчаяния. Но мы, давайте вспомним, у коммунистической партии Молдовы практически в парламенте было большинство. Они сами могли менять конституцию, могли много что делать. Но они этого не делали. Видите, что сейчас творит конституционный суд? Что творит президент? Это элементарно. В течение месяца у президента были две неконституционные законы, например, подписывал. То есть, у них нету никаких правил, у них нету никаких ясных выражений матрицы будущего нашего народа, видения какого-то. Нету национального интереса. И с такими людьми это то же самое вести политику, вести страну в хаос. И это ситуация не только у нас. Это ситуация и на Украине. Мы видим, что она творится в Армении, то же самое. Прошли практически гражданскую войну и проиграли часть различных спорных территорий. В Беларуси мы видим тоже неспокойно. И на территории буферных зон они будут взрываться. Такие ситуации. Очень важно, чтобы народ Молдовы был очень внимателен. А для чего это делается? Скажите, пожалуйста. Элементарное противостояние Запада против России и Европы против России. Сталкивают Европу против России. Это всегда было в Первую мировую войну, во Вторую мировую войну. Это особенности характера нашей территории. Бессарабии, Республики Молдовы или средневековой Молдовы. У нас всегда были эти споры. И у нас политика или политики должны быть провакцинированы этими идеями, что знать, что у нас политический класс должен быть свободный без всяких кукловодов. И тогда у нас будет все нормально, все хорошо. Не будут рушиться банки, не будут продаваться или отдаваться в долгосрочную аренду аэропорты и так далее. Потому что очень сильное внешнее давление на молдавскую политику, на молдавскую экономику и то, что творится. И у нас, кроме суверенитета, у нас нет будущего. Мы должны сконцентрировать силы на наших национальных лидеров, на наших политических партий, которые говорят про интересы Молдовы. Элементарно, сколько бы ни критиковали партию социалистов, но партия социалистов приняла закон о возврате миллиарда не из бюджета страны, не с плеч граждан, а с Национального банка. И этот закон был отменен Конституционным судом. Партия социалистов голосовала за русский язык межнационального общения. Потому что русский язык имеет право. У нас очень много есть разных этносов, которые живут в Молдове. Их нужно уважать. Им нужно давать права и доступ к своему родному языку, плюс к русскому языку как межнационального общения. Потому что еще со советских времен люди разговаривали на русском. Я имею в виду болгары, гагаузы, украинцы, евреи, цыгане. И это очень хорошо. И в принципе мы голосовали за русский язык межнациональное общение. И в конце концов Конституционный суд по просьбе наших партнеров или оппонентов из ПАСС аннулировал этот закон. Закон о пенсии. Очень хороший закон. И было очень много интересных и хороших законов именно для страны. Понижение пенсионного возраста для людей. Это прекрасный закон для страны. И конечно это не нравится этим западным кураторам. Это не нравится этим финансовым фондам, которые ставят свои условия. И эту игру можно видеть невооруженным глазом. И народ должен знать об этом, что творится в стране. И есть всегда вот эта попытка взять страну под опеку вот этих западных структур. Под опеку вот так. Украину же взяли. Мы смотрим, что поменялось хорошего в Украине со времен Майдана. Да, Виктория Нуланд сама объявила, что за Майдан потратили около 3-4 миллиардов долларов. Сама она раздавала печенки на Майдане. Но случился Майдан, умерли люди, началась гражданская война, потерялись территории, повысились коммунальные услуги. Транзит газа не идет уже через Украину. И сколько потерял украинский народ из своих национальных интересов за то время, сколько вот есть эта власть сейчас, продажная на Украине. И у нас то же самое. За времен 1-го, 2-го, 3-го, 4-го альянса, когда был тот же Гимпу, Лупу, Плохотнюк, Филат и так далее, они издевались практически на этой страну. Разрушили банковскую систему, украли деньги из банка, именно из банков украли деньги. И самое интересное, что будучи министром образования Майя Санду, они голосовали вместе с премьером Лянкой, коллективное решение в правительстве, и еще взяли деньги из резервного фонда. То есть это трижды украли наш народ. И я иногда удивляюсь от терпения наших граждан, я с того, что они не понимают. А по западным технологиям, как они работают? Они ставят женщину милую, интересную, красивенькую, без семьи, президентом, чтобы вызвать симпатию народа. И пытаются укрепить эту иллюзию невинности, некорруппированности этого человека. А с другой стороны баррикады создают плохой имидж, в том случае президентства Игоря Николаевича Додону. Коррупция и так далее. И в принципе многие из наших людей, конечно, они ведутся на все эти цирковые представления и уже попадают в том, что попадают. Но опять же, в эти политические капканы можно попасть один раз, два раза, но не вечно же попадать. Все-таки люди по опросам говорят, что все-таки при Воронии был порядок. Сейчас уже говорят, сравнивают Майя Санду. В прошлом году при Додоне, конечно, было лучше. Каждый примар из любой партии, в которой он был, он получал какие-то деньги, там миллион двести, миллион триста тысяч шлеев на дороге. И это для примаря, для мэра местного, это большой успех, он мог давать какие-то результаты. В этом году ноль. То есть разница, оно есть. И опять же, есть политический лидер, который следует за национальным интересом, ему интересно пенсии, сколько получает человек, им интересна экономическая составляющая Молдова. И поэтому он будет бегать в Москву и договариваться с Путиным. У нас аграрная страна, Румыния не примет наши много тонны, тысячи тонн яблок или Польши, они сами все это продают в Москву. Это нужно делать, нужно бегать в Москву и договариваться с ними, потому что это деньги для нашей страны, для бюджета. Опять же, поэтому и нужен нейтралитет. Поэтому нужно показывать всем странам, что мы не воюем с американцами против России, или с европейцами против американцев и России, или мы с китайцами воюем против всех. Мы суверенная страна и должны строить дипломатическую такую политику на нейтралитете, со всеми дружить. Потому что ни в одном интервью я говорил, у нас нет ядерной бомбы, чтобы мы могли ставить какие-то условия или защищаться даже. Мы народы, которые сохраняем свой суверенитет, и слава Богу, уже 30 лет, и мы можем дружно жить на нашей территории без разных экспериментов из-за границы. Потому что много народов сейчас хотят жить в суверенитете, в своей стране, те же курды, которые насчитывают миллионные, десятки миллионов людей, но у них нет территории, нет страны. У нас есть такая возможность, у нас люди хорошие, дружелюбные, у нас трудолюбивые народы, и мы сами можем найти общий язык. Я даже многим нашим молдаванинам говорю в Кишиневе, потому что у нас, опять же, молдаване есть разные, есть другие настроенные прорумынские, которые не понимают смысла бытия у нас в Молдове, и они не оценивают какой-то феномен, понимаете. Я им объясняю, что у нас иногда бывает, что гагаузы, или болгары, или русские украинцы являются больше патриотами и государственниками, чем некоторые прорумынские настроенные на наши молдавские силы, или партии, которые являются унионистами. Нет на земле страны, где имеют свои партии, которые хотят разрушить собственную страну и продавать свои национальные интересы соседнему государству, каком бы ни было это государство. Это только у нас является унионистой. И опять, это толерантность нашей молдавской политики и лоббирование внутри политики вот этих интересов. Но с этим уже, слава Богу, нужно думать и расставаться с этими идеями. Нужно перезакрывать часть партии, нужно навести порядок. И для этого нужна сильная политика, сильных политиков, сильный блок, который сможет нести веру народу, которые могут защищать молдаван от этого. Я думаю, что на этих выборах наши люди сориентируются все-таки, увидят. Воронин сильнейший лидер. Хоть и мы критиковали его, и он нас критиковал, но это политические дебаты. Но по делам, если посмотреть, это один из сильнейших лидеров. Все-таки мог он как-то держать так страну, чтобы не бросать ее в такие громкие дела, как кражу века или в такие громкие коррупционные дела. Игорь Николаевич, это опять же человек формата государственного. То есть, если мы смотрим все его высказывания, декларации, думают о народе. Первое, знает, что такое нейтралитет. И самое интересное, уважает все национальности у нас в стране. То есть, не разделяет и пытается всех объединить, чтобы все следовали за национальным интересом. Это очень важно, потому что у нас в парламенте есть депутаты ГГУЗы, украинцы, есть болгары, есть евреи, есть армяне, ромы. Это очень хорошо, потому что все это единство в разнообразии, это и сила нашего народа. И нужно всех услышать, понять, поддерживать. И так мы сможем притянуть поближе Приднестровью. И это для нас очень важный регион. И мы не должны замыть, потому что там живут, опять же, люди с молдавскими гражданством. И мы должны делать такие условия, чтобы мы были привлекательны этому региону. И у нас нету как такового конфликта. Вот сейчас на Пасху открылись все эти пропускные пункты, можно было свободно ехать. И это одна страна, одни люди, один менталитет, практически одна вера у нас. И мы должны решить эти внутренние проблемы. А наши враги, у нас, конечно, есть внешние враги, которые им это не нравится, когда здесь покойно. Им нужно разделять, им нужно поднимать тех лыжеветеранов на площади, которые будут кричать, что будут рубить головы людям. Будут поднимать аграриев тех, которые опять используют против правительства. И очень важно все это понимать, размышлять, думать. И готовиться к этим выборам, объяснять людям. Объяснять людям. Нужно вести эти разговоры даже между собой, потому что то, что обещает партия ПАС, это иллюзии. Это политический конфликт. Европы не будет. И скоро не будет вступления в каких-то европейских блоков. Потому что нас там не ждут, про нас забыли. Все эти модернизации, молдавской юстиции, прокуратуры и так далее, мы видели, куда они привели под европейским присмотром. То есть, опять же, эти коканы, мы учимся. Вмешательство внешних сил – это давление на президента страны или все-таки у нее есть какие-то свои интересы? У президента страны есть свои интересы. И, конечно, сейчас с этими интересами пытается подтянуть свою партию ПАС, чтобы она выигрывала как можно больше голосов на парламентских выборах. Но, опять же, мы смотрим опросы, что они сделали, чтобы для них люди голосовали. Просто воспринять вот эту популистическую риторику, вот то, что говорит президент. Но, опять же, народ у нас информирован. Народ у нас, могу сказать, что политически подкован. Смотря по опросам разных партий, которые ведут себя на политические арены. И, конечно, люди поставят правильную оценку. Поставят правильную оценку. Потому что, если бы не вмешались внешние силы в 2009 году, левые силы, политический класс Молдовы, это левое крыло, прогосударственники, они еще долго управляли страной. Еще долго управляют страной. Но мы видим, что когда вмешиваются, это через революции, Майданы, через помощь МПУ, а там многомиллионные взносы в молдавскую политику. Это через прессу. Потому что есть, например, где-то 8 каналов телевизионных у нас в Молдове, и разных интернет-порталов, которые именно нацелены бить по левым силам, по имиджу президента Додона, как это было делало в президентских, и бить по определенных политиках, которые занимают это. Но я думаю, что мы выдержим эту нагрузку. Нам некуда деться. И опять, кроме нас никто не сделает порядок в этой стране. И нету сил, которые смогут именно нацелиться на страны. Нету других здоровых сил. Поэтому мы будем бороться и будем идти вперед с нашими программами, с нашими проектами. Будем убеждать людей. Будем признавать ошибки, которые сделали. Потому что нет политической партии или политики, которые не сделали какие-то ошибки. Но опять же, по ситуации мы действовали правильно. И по ситуации всегда делали все возможное, чтобы защищать интересы граждан. Даже тот союз, не союз, а то сближение в каких-то вопросах с партией ШОР было сделано, чтобы голосовать за наши политические проекты. Голосовать за проекты, которые мы обещали людям, обещали народу. И люди это воспринимали хорошо. Потому что я, будучи в территории, каждый день практически смотрю, что люди очень хорошо воспринимают эти проекты закона по понижению пенсионного возраста, по миллиарду, по повышению зарплат врачам практически на 100%, учителям, тоже повышение помощи в пенсии вот этим людям. И люди замечают и видят, что даже будучи в такой тяжелой ситуации, как есть у нас Республика Молдова, но мы не забываем о народе, мы не забываем о дедушек и бабушек, о пенсионерах, о людях, которые с ограниченными возможностями. То есть мы стараемся удерживать ситуацию, даже имея в виду, что многие феномены в стране контролируются президентом и контролируются этими силами, которые пытаются добраться у власти. На ваш взгляд, какая же все-таки должна быть Молдова? Президентская страна или парламентская? Как лучше будет? На мой взгляд, все-таки страна у нас на будущее, на будущие 10 лет должна быть все-таки парламентской страной. У нас еще не прошла вот эта, как у детей есть болезнь, ветрянка с молодости, да, если дети не болеют, не болеют в возрасте, но намного сложнее переходит эту болезнь. Мы еще не до конца демократизировали наше общество. К сожалению, у нас еще много людей, еще не могут держать равновесие в политических каких-то идеях, концепциях. Иногда у нас бывает, что люди выслушивают каких-то популистов, политиков, да, и они ведутся вот на эти популистические идеи. И нам еще нужны политические дебаты, нам еще нужна такая жизнь, очень активная политическая, чтобы у людей все-таки появился иммунитет. Элементарно, как в Соединенные Штаты две партии, республиканская и демократическая, да. И у нас тоже в Молдове появляются практически две силы, левый блок и правый блок. И это уже начинает работать. То есть на протяжении времени собирается, как, знаете, как хороший французский коняк. Со временем он становится намного дороже и намного лучше. И у нас тоже политические классы, он формируется годами. Например, сейчас в концепциях простых людей запомнился Филат как вор, да. Майя Санду как ученик Филата, в партии былого Филата. Майя Санду ассоциируется с вором Филатом, который его арестовали и посадили за кражу этой самой. Или эти политики, их можно ассоциировать с лянкой, который отдал аэропорт чужой компании, да. Или который вывели деньги с резервного фонда. А это же собирается. Они обвиняют Додона в коррупции, но опять же, когда случились все эти большие громкие дела, социалисты вообще не были у власти. Ну как можно обвинить социалистов? Не были, вообще невозможно было принять какие-то решения, понимаете. Вот это игра. И когда во времени, вот в этом политическом дискурсе укрепляются эти тезисы, люди уже начинают видеть. Начинают так, кто были у власти в правую сторону. Гимпу. Веры нету. Даже унионисты его ненавидят, да. И сейчас унионизм, практически эта идея, упала на много процентов. Потому что они знают, унионисты, которые были у власти, они все воры. Ограбили железную дорогу. Ограбили, мол, Силву, да. Потому что вместо Лесникова отправляли туда музыкантов, да. И они там пытались спасти лес, да. Ограбили все практически, что у нас было. Альянс первый, второй, третий, четвертый. И самое интересное, как шайка этих воров. Есть фильмы старые американские про этих ковбоев, которые грабят поезда. И они держатся вместе из-за того, чтобы ограбить что-то новое, что-то, поиск какой-то новый, да, или совершить какое-то вот это криминальное какое-то дело вместе. Вот и они держались. Первый альянс, второй альянс, третий альянс. И практически ничего не менялись. И там разные люди, но их объединяло воровство. Потому что, опять же, я говорю с точки зрения знания некоторых фактов, потому что был в двух парламентских комиссиях, именно по тем делам, что довели железную дорогу до полного практически банкрота. И еще по ситуации в банковском секторе, именно 2012-2014 год. И там ясно, есть различные доклады спецслужб, там есть доклады антикоррупционной прокуратуры, еще есть доклады, то, что случилось у нас в стране. И, к сожалению, никто не закрыт, но никто и не забыт. И в нормальном государстве, я не говорю, что Молдова не нормальное государство, но в другой стране эти люди давно были бы закрыты, конфисковали бы имущество. И их все-таки нужно преследовать, этих политиков. Того же Юрия Ильянка, который был премьер-министром, и столько они натворили. И опять же, я еще раз говорю с полной уверенностью, под мониторингом Запада, Евросоюза, Еврокомиссии, у нас случились вот все эти крупные воровства у нас в стране. И, конечно, народу нужно задуматься, куда мы идем. Потому что они практически разрушили экономику, очень серьезно за все эти 10 лет. И люди ждут этот левосторонний блок, чтобы он объединялся. И на протяжении последних лет 5-6, когда мы выезжали в территорию, говорили с людьми, с народом, многие люди уже и в возрасте, мудрые люди говорили, почему вы не объединяетесь, весь левый блок против этой заразы, которая хотят уничтожить эту страну Молдову. Потому что вы видите, что Молдову разрушают. Объединитесь, объединитесь вот этот блок, и идите на выборы, и люди вас поддерживают. И поэтому то, что случилось, это очень хороший знак. И я думаю, что это перевернет молдавскую политику. Много из людей, которые искали опору в молдавской политике за кого-то голосовать, сейчас они ее, конечно, найдут. Потому что много лидеров с хорошей репутацией объединились вместе, и это притягивает. Это центр силы для многих-многих людей. И люди, опять же, помнят, многие из чиновников, честных, которые были при правлении коммунистов, вы помните, тогда не было таких коррупционных схем. И тогда антикоррупция работала совсем по-другому, и все эти органы прокуратуры и так далее. Мало было моментов, где мы слышали, что судьи были вмешаны в такие большие коррупционные дела. То есть было под дисциплиной, под контролем. И сейчас, если объединить вот этих лидеров, будут большие хорошие изменения у нас в стране. Я благодарю вас за беседу и желаю удачи на досрочных парламентских выборах. Спасибо вам большое. И, конечно, с помощью всех людей совместно будем делать возможное, чтобы сделать жизни в Молдове очень хорошей, чтобы люди не уезжали за границей, чтобы хотели жить дома, чтобы у нас был мир, спокойствие и чтобы было будущее у нас и у наших детей. Спасибо. А нашим телезрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Интервью недели». Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова